Друзья, приветствую! Дмитрий из Калуги прислал образцы масла Рейнвелл Оптимум 030 С2, свежая и отработка. Вот так выглядит отработка, достаточно темненькая. Масло эксплуатировалось в автомобиле Танк 300 с двухлитровым турбомотором, 270 сил после чипа. Общий пробег автомобиля почти 25 тысяч километров, пробег на масле 6871 километр, 237 моточасов при средней скорости 31 километр в час и используется бензин i95 Pulsar от Роснефти. Так, там были описания масла, лабораторный анализ и, кстати, интересный момент. Посмотрите, после чипа стоковая мощность 220 сил, после чипа 270 плюс 50 сил, но главное крутящий момент с 380 до 490 поднят. Серьезное значение 490 для бензина очень, очень, очень. Так, давайте посмотрим, на что похоже данное масло. Так, максимальное совпадение это у нас Танека премиум ультра синт, почему-то 540 полнозольная, и смесь Матюль и Манол 7901, мне присылали такой компот такой, значит, и также Татнефть тоже люкс 540. Ну, предположу, что в данном масле в качестве базы используется гидрокрекинг от Танека, вот, а по пакету непонятно, но это точно не фирменный С2. С2 это среднезольник, такой же как C3, только с пониженной вязкостью для энергосбережения, энергосберегающий. Так, давайте посмотрим по базе, что здесь по базе самый высокий пик у данного Рейнвэлла, можно предположить, что здесь присутствует ПАО в масле. На втором месте у нас тут Мобил-1 ЕСП, ЛВ-030, С2 тоже, это старая рецептура с содержанием приличным ПАО еще. На третьем месте у нас Матюль-специфика ЛЛ-12 FE-030, и далее с большим таким отставанием идет у нас Равинол-FES-030, и два масла очень рядом, это Volkswagen оригинальный 030, от Shell из Германии, производство Shell, это не Лукойловский, а Shell-овский. Вот, и Матюль, это Toyota Racing Development, но там 5 тоже С2, но только 5.30, пятерочка-то, то есть как бы не совсем корректно. Так, по пакету, что здесь можно? Ну, эстеры, видите, только у старой формулы Мобил-1, по сукцинемидам Long Life здесь я бы сказал, это у нас Мобил, это у нас Volkswagen оригинальный и Равинол. Все остальные масла можно условно лишь назвать Long Life, сукцинемидов мало, они удерживают всякую грязь, лаки, шламы, шлаки не дают выпадать их на деталях двигателя. Здесь Rainville очень похож на... На что у нас? На Матюль ТРД, спорт и на... еще что-то, не успел. Кто на поезд не успел, тот неважный пассажир. Так, далее данные по-свежему. Значит, Rainville 030. По окислению видно, что нет десистеров, но на графике видели. Нитрование достаточно низкое. Обычно нитрование связано с насыщенностью пакета. По пакету тоже здесь, как бы, не очень густо. 0,89. Обычно у среднезольников, таких европейских, больше где-то 1,1. Фенольных антиокислителей 0,38, аминных 0,87, но такой похожий там уровень, как инфиньум, но точно это не инфиньум. Пакет щелочное 7,35, кислотное 1,5. Нормальные значения типичные. И рабочая вязкость при 100 градусах 10,48 сантистокса. Очень похоже. Видно, что вязкость не такая, как у С3. То есть, я считаю, что соответствует С2 заявленным параметрам. Так, далее, отработка у нас. Танк 300. Код мотора Е20СБ. Пробег, моточасы. Так, по версии прибора присутствует некоторое количество бензина 0,86. Окисление достаточно так прилично наросло на 9 единиц. И нитрование наросло у нас на примерно 5, да. Окисление нарастает быстрее. Противоизносных присадок прибор не видит, СТРФ нет. Соответственно, они, можно сделать вывод, сработались. Фенольных антиокислителей остаток еще почти 69%, аминных остаток почти 57%. Прошу прощения. И по щелочному. 3,48. Кислотная 2,20. Да, кислотная наросла, кстати, не сильно. Можно сделать вывод, что все-таки здесь на самом деле присутствует ПАО. Немного просила вязкость. Насколько у нас получается на 0,31 с антистокс. Ну и присутствует небольшое количество воды, совсем маленькое, 0,02%. Так, ну, скорость, в принципе, такая приличная, 31. Это может быть и проба, и атмосферная влага. Давайте посмотрим, как выглядит разжижение на линейке. Да, все в порядке с вязкостью. Разжижение совсем небольшое. Но, честно говоря, по разжижению я бы не сказал, что 0,86% бензина. Может быть, так себя проявляет именно пульсар по прибору. Да. Незначительная вязкость просела. Ну и прогноз, что было, что стало. Прогноз по мощным нейтрализующим свойствам 295 моточасов. Неплохо. В общем-то, для нефирменного пакета, я так полагаю, что это ричфул китайский. Процентов 90 даю. Вот. И по оксидам азота отлично настроен мотор. 983 моточаса. Но по нижней, вот самой нижней табличке, вот полоска, синяя-синяя, посмотрите, 65, почти 66%. Окисление сильнее нарастает, то есть чуть забеднена смесь. Возможно, за счет более такой агрессивной настройки. Вот и такой момент снят, и достаточно серьезно мощность поднята. Окисление сильнее нарастает, чем нитрование, то есть топливо меньше, чем воздуха. Вот. Ну или так горячо работает мотор. Что можно сказать, что масло, в общем-то, неплохое. Вот, несмотря на то, что пакет это нефирменный, вот, тем не менее, отработало достойно. Вот, в таком, тюнингованном, можно сказать, автомобиле. Вот, поэтому, спасибо Дмитрию за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких. Всем мира, увидимся в следующих видео. Пока.